Привет, дорогие друзья! С вами снова Дугмаманя, и мои собаки Софи где-то бегает Эйвен, и каникулы у бабушки продолжаются. И сегодня, пока погода наладилась, я решила познакомить вас поближе с породами собак, которые здесь у нас есть. Ну что ж, поехали! Вильшкорги делятся на пемброков и кардиганов. Это именно кардиганы, не путайте их с пемброками. Вообще, вильшкорги и кардиганы это самые маленькие овчарки в мире. Бабасика, кстати, пора помыть и вычесать, и мы как раз снимем вам видео, когда Таточка приедет о том, как мыть собаку. Вот такой вот тут малышка-щеночек по имени Хара. Да, Харуся! Вообще, кардиганы очень умные и очень красивые. Сейчас я немного подробнее вам о них расскажу. Да, Харусь! Давай расскажем про ушастиков. Про ушастиков! Вильшкорги и кардиган это порода собак, выведенная в Уэльсе, Великобритания. Это небольшая собака, ростом около 30 сантиметров и массой тела до 15 килограмм. Они относятся к группе пастушьих и скотогонных собак. Происхождение слова корги достоверно до сих пор неизвестно. Есть две теории. Основная теория это то, что слово корги образовано от валийского кор-ки, кор-карлик и ки-собака. Но многие другие источники говорят, что кор это измененное со временем слово кур, смотреть, сторожить и ки-собака. Порода стала распространяться уже в 10 веке. Считается, что основой породы возможно был шведский вальхунд или исландская собака. По одной из легенд щенки были получены в дар людьми от фей, у которых эта порода собак использовалась в качестве ездовых. А другая валийская легенда гласит, что крестьянские дети нашли двух щенков, сидящих на поваленном дереве в лесу и принесли домой. Бельшкорги относятся к семейству овчарок, хотя они самые маленькие в этом семействе. Лишь в 1892 году корги впервые стали участниками выставки, где их заметили. Затем известность только росла и порода очень быстро получила распространение по всему миру. Кардиганы чаще всего широкой грудью, с головой благородных очертаний и прямой прочной спиной. Кардиганы олицетворяют собой благородство и силу и вызывают уважение всем своим видам, но при этом они настолько же милые. Кстати, подшерсток у них короткий, а шерсть примерно такой же длины, как у овчарки, на ощупь шелковистая. Акрас может быть рыжебелым, триколорным, а также распространен тигровый окрас. Кардиганы очень жизнелюбивые, доброжелательные и дружелюбные собаки. Они очень любящие и преданные, поэтому трепетно любят своего хозяина и всю его семью. Они очень лояльно относятся ко всем людям и животным. Спокойно переносят жизнь в городе и в квартире. Это веселая и подвижная собака. Они любят игры и длительные прогулки, но при этом они могут спокойно жить без постоянных игр и дрессировок, как декоративные собаки. В отличие от пемброков, кардиганы спокойнее, рассудительнее и осторожнее. По обучаемости эта порода может уступить разве что бордер-коле. А шкодливость и злопамятность, как правило, отсутствуют у этой породы вообще. В общем, это просто изумительные собаки, которые могут стать лучшим другом для ребенка, для пожилого человека, для человека любого возраста и образа жизни. Большой белый медведь по имени Муха. Очень старенький уже лобай. Были дожди и гуси были очень грязные. Сегодня гуси купаются и сушатся. И орут. А мы пока познакомимся с австралийским хилером или австралийской пастушкой собакой по имени Марта. Марта занимается тем, что охраняет животных от куниц, крыс и всяких других вредителей. Считается, что пастушьи собаки в этом смысле самые безопасные для скота. Какой красивый у тебя окрас. Марта очень послушная и добродушная собака. И сейчас я вам расскажу немножко подробнее об австралийских хилерах. Впервые в России австралийские хилеры появились в 2004 году. Наша таточка привезла из Польши в Москву Марту. Парадословное имя Дастра Канина Диамантина. Это был первый котелдок в России. Австралийская пастушья собака. Австралийский хилер. Голубой хилер. Австралийский котелдок. Австралийский бувье. Вот сколько названий у этой породы выведены в Австралии. Это искусственно выведенная порода в Австралии. Изначально для перегона скота на большие расстояния. История очень интересная. В 19 веке австралийские фермеры нуждались в иносливых умных собаках, которые помогали бы им в управлении перегоне коров и овец. Вот скотовод нового южного Уэльса Томас Холл скрестил собак породы короткошерстной Коли с австралийскими дикими собаками Динго, которых он приручил ранее. Получившиеся собаки были известны как собаки-хилеры и находились в эксклюзивном пользовании Холла, и дальше фермы не распространялись. Но после смерти Томаса Холла в 1870 году фермерское хозяйство пришло в упадок и выставлено на аукцион со всем имуществом, включая собак. Их довольно долго совершенствовали, прививая крови Далматина, Бультерьера и Келпи, и впоследствии получился австралийский хилер. Это компактная, быстрая, мощная и сильная собака с хорошими рабочими качествами. Кэтлдоги очень сильные и с хорошо развитой мускулатурой. Прекрасное телосложение, ловкость и выносливость делают эту породу уникальной в своем роде. Рост обычно у них от 43 до 50 см, в зависимости от того, кобели или сука. Окрасы бывают голубой и красная крапинга. Марта как раз голубого окраса. Шерсть у них имеет среднюю длину, густая и жесткая на ощупь, подшерсток короткий. В первую очередь они характеризуются, конечно же, своей выносливостью. Изначально данная порода создавалась как пастушья, но на сегодняшний день она зачастую используется как верный и надежный сторож и собака-компаньон. Они безумно преданные своему хозяину, очень умны и сообразительны, и легко подаются дрессировке. При этом они еще и очень нежные и ласковые создания. Как массаж мы делаем? Вот так. Массаж, 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 массаж. Также у нас здесь есть две борзы. Любезные ведьмы. Это русские псовые борзы. У ведьмы всегда грязная морда, потому что она грызет чужие кости. Это грязная морда, ты грызешь чужие кости, легко узнать, кто чьи кости грызет. Борзы очень большие, но очень красивые собаки. Я сейчас немножко про них тоже расскажу. Русская псовая борзая – порода охотничьих собак. Своё название псовые русские борзы получили от слова псовина, то есть волнистая шелковистая шерсть. Первое описание русской борзой относится к 17 веку, а до этого она называлась черкесская борзая. В начале 18 века к ним приливалась кровь, завезенных в Россию с запада Европы английских борзых, хортых, брудастых, а начиная с 20-х годов 19 века и восточных борзых, горских и крымских. В результате образовалось множество разнообразных типов собак этой породы, и только после 1888 года, когда был введен первый стандарт породы, началось становление современной русской псовой борзой. В 20-х годах 19 века в России почти каждый состоятельный помещик держал сотнями борзых и гонщих. Это привело к тому, что в различных губерниях у самых известных владельцев сформировались даже свои типы псовых борзых, которые имели внешне отличительные признаки и назывались по фамилиям владельцев. Постепенно большинство борзых все-таки стали по внешнему виду приближаться к одному типу. Русская псовая борза обладает хорошим зрением, силой и при беге развивает большую скорость, особенно на коротких дистанциях. Это собаки большого роста, узкого телосложения, сухого и крепкого типа конституции и очень элегантные. Высота в холке от 75 до 86 сантиметров, а индекс растянутости от 102 до 105 сантиметров. Темперамент у них спокойный, но борзые резко возбуждаются при виде зверя для охоты, ведь они охотничьи собаки. Кстати, такая тонкость, худоба и растянутость нужна именно для того, чтобы развивать большую скорость прибега. Голова у них длинная, узкая, а глаза опальной формы, темно-карие. Уши маленькие, остренькие и тоненькие и плотно прижаты к шее. Грудь не широкая, но хорошо развита. Хвост длинный и саблевидный. Шерсть мягкая, волнистая или в крупном завитке. Окрасы русских псовых борзых могут быть самыми разнообразными. Белый, половый разных оттенков. Бурматный, муруги, серый, чубарый, красный, черный, а также переходный между этими окрасами. Это очень красивые и элегантные собаки. А еще, как вы успели увидеть, тут живут Алабай, Сен-Бернар, Йорки и Чихуахуа и кое-какая порода, которая пока в секрете. И мы обязательно покажем всех. Конечно же, мы сделаем более подробные отдельные видео про каждую из этих пород и не только про эти породы, но и про многие другие. А еще мы обязательно снимем реальный взгляд человека, который жил с этими собаками. И он поделится впечатлениями и расскажет свой личный опыт не из статей, а из реальной жизни. Любите своих собак и будет вам счастье! Субтитры сделал DimaTorzok Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok